Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии матча Российской премьер-лиги Зенит против ЦСКА. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. С центра поля начинает Зенит, поехали. Артем Дзюба, удар по воротам, Акинфеев уже вступает в единоборство, и ЦСКА вынужден играть за пределы поля. Еще одна подача в штрафную, снова бьет Артем Дзюба, но на сей раз мяч легко достается Акинфееву, и он ищет уже партнеров в центре поля. Последние матчи в чемпионате команды провели по-разному, Зенит смог только лишь довольствоваться ничейным результатом с Уфой, ну а ЦСКА смог свой матч выиграть, поэтому, возможно, к этой встрече команды подойдут по-разному еще один момент, и здесь уже пытался пробить Азмун. 23-я минута, и вот уже ЦСКА идет в атаку левым флангом Обляков, пытался протащить мяч и заработал штрафной. Пошла подача в штрафную, здесь на выходе здорово играет Киржаков, и никто из футболистов ЦСКА к этому мячу не успел. А это выход Артема Дзюбы, но зачем-то он делал передачу на Азмуна, хотя можно было бить. Удар Малкома, и мяч все-таки оказывается в сетке. Акинфеев немного потерял ворота, а Бразилия с левой послал мяч аккуратненько в дальний нижний угол. 1-0, и хозяева выходят вперед. Посмотрим еще раз, как все это было. Вот здесь Зюба мог уже выбегать, но сделал пас на Азмуна, а Малком вот так вот хитро ткнул мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед. 42-я минута, и вот сейчас ЦСКА быстро раскрывается для атаки, можно переводить налево, здесь Инжуки, Чалов, они на коротке разыгрывают вдвоем, забросик за шиворот, Чалов проскакивает, но там было нарушение правил, как считает арбитр, и будет штрафной удар. Это шанс для ЦСКА под занавес первых 45 минут сравнять счет, обликов, подача. Зенит отбивается, и по всей видимости, на этом первый тайм будет завершен. Нет, арбитр дает еще разыграть угловой. Переиграли команды одну добавленную минуту, подача, удар, поворот, Амкиржаков с трудом. Отбивает этот мяч, ЦСКА продолжает атаку, еще одна подача, и вот здесь Чалов почему-то решил тоже, как и Дзюба, делать скидку на партнеров, а не бить самостоятельно. Много времени переиграли команды, и вот только сейчас, по идее, должен быть свисток, но его нет. Очень много добавил арбитр к первому тайму, буквально вместо одной минуты переиграли семь. И ЦСКА мог сравнять счеты, они второй тайм начинают с атаки. Это Чалов, Ахметов, удар поворотом, Амкиржаков парирует, и там должен уже действовать спокойно Каравайев. Но под давлением он теряет мяч, и снова ЦСКА в атаке, это Чалов, передача в центр. И здесь справились футболисты Зенита. У нас 56-я минута, Зенит начинает очередную атаку, подача, Дзюба пытался срезать мяч у ворота, но Акинфеев на выходе здорово сыграл. Во втором тайме ЦСКА больше владеет мячом, у них и процент точности передач тоже выше, но забить пока они не могут. Может быть сейчас Марио Фернандес пытался сделать обостряющую передачу, но в итоге мяч потерян, и Зенит идет в контратаку. Еще один момент, Клаудиньо забрасывает на Азмуна, ЦСКА отбился, и нужно быстрее бежать в контр-выпад. Началась последняя 10-минутка, ЦСКА идет в атаку, это Обликов, передача, Джуки пытался обострить сразу же на Влашича. Еще одна подача, Зенит отбился, это Мухен бьет из-за пределов штрафной, Рикошет и будет угловой. Ну вот и снова концовка тайма, и снова ЦСКА. Азмуна опаснее атакует, и здесь Рикошет мог сыграть в пользу соперника Зенита, но в итоге они довольствуются только у главы. Еще один дальний выстрел, и снова Мухен пытался пробить. Здесь Ракицкий, арбитр добавляет одну минуту, но возможно команды снова поиграют чуть больше, как это было в первом тайме, нет. Звучит финальный свисток, единственный гол на счету Малкома в нашем прогнозе. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok